Привет, кстати, свою серию видеороликов о Питере решил начать с Девского проспекта. Продолжение следует... О Невском проспекте писал Гоголь. О нем пели группа Сплин и ДДТ. С Невским был связан и Пушкин. На углу у Невского и набережной реки Мойки находилась знаменитая кондитерская Вольфа и Баранже, куда поэт заезжал перед дуэлью с Дантесом. Гуляя по Невскому можно посетить самые известные петербургские достопримечательности. Сегодня мы с вами и совершим эту прогулку. Узнаем с чего он начинался, заглянем на московский вокзал и выясним, сколько времени занимали поездки из Питера в Москву много лет назад. Посетим магазин купцов Елисеевых и петербургский пассаж. Перед тем, как отправиться в путешествие, я хочу напомнить, что у меня есть второй канал с Maps Education про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции, рекомендую подписаться. Сегодня это интереснейшее место. Сразу же у меня на Невском проспекте. Я иду от начала по нему. Это главная Питерская улица. И у меня Анечков мост. Никакого отношения к Анечкам он не имеет. Как бы мне, может быть, этого не хотелось. Аня, привет. Если ты, Аня, привет тебе. Привет тебе, Санечкова моста. Но он не про тебя. Здесь изначально... Кто был? Почему он так называется? Мост вообще очень-очень старый. То есть он Петровский времен, но во времена Петра он выглядел не так. Его перестраивали после этого уже, я не знаю, сколько раз, но очень много. Здесь изначально был деревянный мост. И здесь находился полк инженера, который, собственно говоря, возводил этот мост. 5 сентября 1704 года на левом берегу реки Невы была заложена адмиралтейская крепость-верхь, которая открыла новую главу в истории города. С течением времени местность вокруг крепости начала преображаться, привлекая жителей и строителей. В скором времени современные Большая и Малая морские улицы породили появление корабельных мастеров. Морской рынок, известный сейчас как Дворцовая площадь, с его шалашами и ларьками наполнялся торговцами и покупателями. Здесь можно было найти все, от вазов с дворами и сеном, до различных товаров первой необходимости. Район адмиралтейства превратился в одну из самых плотно заселенных частей города, где все шло в ритме морских волн. В начале 18 века возле устья Черной речки, теперь известной как река Монастырка, появился монастырь, который позже стал знаменитой Александра Невской лаврой. История этого места пронизана легендами о знаменитой Невской битве, где в 1240 году русская дружина, возглавляемая новгородским князем Александром Невским, одержала победу над шведскими захватчиками. Рядом с монастырем выросло настоящее поселение с деревянными жилищами для работников и слуг. В какой-то момент стало необходимо соединить два городских центра с дорогой, которая проходила по старому новгородскому тракту, современному Лиговскому проспекту. Этот тракт представлял собой главный путь, ведущий внутрь страны. Было начато строительство просек, которые пролегали через болотистые леса. Самые заболоченные участки находились в районе современного Казанского собора и Михайловской улицы. Интересно, что дорогу прокладывали священнослужители, чтобы позже собирать плату за проезд. На Знаменской площади, сейчас площадь Восстания, стояли монастырские сборщики. Мы находимся на площади Восстания. И сейчас здесь Московский вокзал. С 1855 по 1924 он был Николаевским. Потом до 30-го года Октябрьским в наши дни считается главным из пяти петербургских вокзалов. Строить его в 1842 году начал Николай I. Ну и какой-то же вокзал без железной дороги. Первый поезд с пассажирами отправился с Московского вокзала в мае 1847 года до села Колпино. В Москву же первый поезд из Петербурга отправился в ноябре 1851. В нем было 192 пассажира. И прибыли они в 9 утра на вокзал Близнец в Москве. Позже отсюда отправится и первый в Советском Союзе фирменный поезд Красная Стрела в 1931 году. Сейчас на Сапсане дорога между Питером и Москвой занимает 3 часа и 40 минут. А вот в 18 веке в Москву можно было попасть только лишь с помощью лошадей. И такая дорога занимала в среднем 5 дней. Интересно, что по снегу и льду скользить было быстрее всего. А вот у Петра Первого для своего времени были повозки, эквивалентные современным болидам Формулы-1. И он бил всевозможные рекорды, проезжая этот путь за три дня, двигаясь и днем, и ночью. Частым путешественником, скитавшимся из Петербурга в Москву и назад, был Александр Сергеевич Пушкин. Более 20 раз он катался туда и обратно. Тогда не было еще каршеринга. Но вот хорс-шеринг, похоже, был. Лодочки катаются, возят туристов, вот таких, как я. Видите, классно так стоишь, себе машешь рукой, фотографируешь Питер. И все еще на площади Восстания, на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Название свое она получила в 1918, через год после народных выступлений. Кстати, слово «слоняться» по одной из версий произошло именно на Знаменской площади в Петербурге в 18 веке. Здесь тогда на месте гостиницы Октябрьской располагался слоновник, он же слоновый двор. Слонов водили по улицам и посмотреть их собиралась куча народу. А про тусующихся без дела зевак говорили, что они слоняются. И именно одна из таких слоновьих прогулок стала сюжетом басни Крылова «Слон и моська». Двигаемся дальше по нашему Невскому маршруту. Самое время сделать шоппинг-перезагрузку. Шоппинг, конечно, должен соответствовать общему антуражу этого выпуска. Поэтому идем в магазин купцов Елисеевых. Или попросту в Елисеевский магазин. Елисеевы – династия купцов и предпринимателей. Здание построено 120 лет назад. Об архитектуре Санкт-Петербурга мы сделали отдельный выпуск. Он скоро выйдет, поэтому подписывайтесь и не пропускайте. Снаружи четыре скульптуры. Символы промышленности, науки, искусства и торговли. Внутри три торговых зала, зеркала, бронзовые светильники. Помимо магазина здесь располагался банк, коммерческие курсы, основанные Елисеевыми. Зал, сдававшийся в аренду театральным трупам. В подвальном помещении были склады, холодильники и один из самых лучших винных погребов Европы. Елисеевский – не единственный шоппинг-центр, который вас впечатлит. Петербургский пассаж. Еще одно знаковое место на Невском. Здание начали строить в 1846-м. Здесь была прозрачная крыша, которая протянулась на 180 метров. Проектов с такими масштабными стеклянными покрытиями Питер тогда еще не видел. Изначально здание было в три этажа. На первом были склады, на втором – магазины, на третьем – квартиры. В 1879 году здесь был расположен единственный на тот момент зарубежный банк, который допустили к работе в России. Со стороны улицы Итальянская находился концертный зал. Там устраивались научно-противительские лекции и проходили вечера литературного фонда. Здесь выступали Тургенев, Некрасов и Достоевский. В 1933 году Пассаж становится государственным универмагом. В 2006-м его приобрел на аукционе российский бизнесмен Шалва Чегринский за 50 миллионов долларов. А в сентябре 2011-го универмаг за 80 миллионов долларов отошел в инвестиционному фонду Дженсен Групп. В наши дни Пассаж по-прежнему функционирует как торговая площадка. Здесь расположены магазины одежды, обуви и ювелирных изделий. Ну вы поняли. После поистине роскошного шопинга продолжаем гулять по Невскому. Субтитры сделал DimaTorzok Идем к Думской улице, где расположено здание городской думы. Вы его не пропустите. А точнее не пропустите ее. Башню. Первоначально здесь было только два одинаковых здания. Купеческая гильдия и торговый дом для продавцов серебряных изделий. Накануне 19-го века гильдейский дом по указу императора перешел в владение городского самоуправления. Башню начали строить в начале 19-го века. Зачем башня купеческой гильдии? Все просто. Павел I захотел пристроить сюда сигнальную башню, которая придавала Думе сходство с европейскими ратушами. Посмотрите, например, мой выпуск про Вену. Там есть фрагмент о Венской ратуши. Строил ее итальянский архитектор Феррари. Джакому. Не Энцо. Здрасте, а можно подняться туда? 500 рублей. Это куда? Туда, вам, туда, там. Спасибо. Здрасте. Можно, да? Кто это у вас? У меня... Говорить будете? Камера. Камера. Говорить будете? А вы хотите? Я нет. 500 рублей? Да, карточка. У вас сейчас как раз с собой камера, и вы сможете записать, как работает часовой механизм. В 18.00 будет бить большой колокол. В 18.00. Да, дожди, возле механизма, дождитесь, пожалуйста. Конечно, дождусь. Сейчас ровно 16 этажей, поднимаемся, и вверху в 6.00 через 5 минут начинает бить колокол. Подниматься в 16 этажей, посмотрим, как я работал летом на кардио. Чтобы у меня дыхалочка работала нормально. Пока поднимаешься к большому колокол, еще вот маленький висер в окошках. Здрасте. Все хорошо? 16 этаж? Отлично. Ай, класс. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, специально местечко. Прямо перед смотровой стоит часовой механизм, и написано 1884 год. То есть, представляете, сколько ему лет. Он реставрировался, мотивировался. Не в банке, а просто, значит, ждали своего часа. В общем, здесь обязательно поднимитесь, потому что уникальный часовой механизм. Смотровая с обалденным видом на Невский и на весь Питер. Казанский собор. Казанский собор. Стиль русский классицизм. Строительные материалы полностью отечественные. Высота. 101 метр. Это средняя 25-этажка. Может и больше. В соборе 150 колонн. Внешне он напоминает собор Святого Петра в Риме. Это не случайно. Таким было желание императора Павла I, чтобы соборы были похожи. Внутренние поверхности Казанского собора расписаны в стиле мастеров эпохи Ренессанса. Собор дал называние Казанской площади, также Казанской улице и Казанскому мосту на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова. Здесь в 1813 году был похоронен полководец Михаил Иларионович Кутузов. Рядом белоснежное здание, лютеранская церковь святых Петра и Павла. Она же Петрикирхе. Построена между 1833-38 годами. Она была рассчитана на 2000 мест, благодаря чему стала самой большой лютеранской церковью в России. А теперь представьте, когда-то она была переделана в бассейн. На дворе 1958-й в центральном Нефе в 25-метровой железобетонной ванне тренируются спортсмены. В алтарной части вышка для прыжков, а по сторонам трибуна на 800 мест. Никаких тебе молитв, только тренировки и соревнования. Но верующим здание вернули в 90-е. Так религия одержала верх над спортом. Сейчас здесь проходят службы, оперные и симфонические концерты, службы на русском и немецком языках. В здании церкви есть так называемые катакомбы. Это пространство, растянувшееся вокруг чаши бывшего бассейна и подвал на уровне старого церковного зала. И пространство сейчас используют для выставок и инсталляций. Вообще, что такое классицизм? Что-то схожее со словом классика. От латинского классикус – образцовый. По сути, стиль представляет собой мировоззрение, отражающее красоту, целостность, простоту и ясность. Причем здесь классикус. Изначально такие идеалы находились в античном искусстве, что и было взято за образец. Отец классицизма – итальянский архитектор Андрео Палладио. В эпоху Возрождения вместе с коллегой Винченцо Скамоци изучал архитектуру Древнего Рима и заимствовал ее принципы в современном строительстве. В русской культуре классицизм имеет особое значение, так как с его помощью стало возможным прикоснуться к европейской атмосфере. Именно в Европе сперва был особенно популярен данный архитектурный стиль. Неоклассицизм. Еще один стиль. Что делает приставка Нео с классицизмом? Помните Нео в Матрице? Нет, он здесь ничего не делает и Киану Ривза на этапе зарождения этих стилей в помине не было. А то он бы моментально стал фаворитом какой-нибудь королевы. Нео значит новый. То есть неоклассицизм – это новый классицизм. В чем основное отличие? Споров много среди архитекторов. Но давайте включим логику. Классицизм и заимствование древнеримской архитектуры, конечно, опиралось на образы мифических героев. Представьте работу Микеланджело, Рафаэла. Греческие атлеты, мифологические сюжеты. Неоклассицизм тоже опирался на древнюю эстетику Рима и Греции. Его целью было возродить и удержать классическую гармонию в постоянно меняющемся мире. Но в образах начинают присутствовать современные личности. Часто портреты. Если классицизм был, как правило, госзаказом, то есть использовался монархиями, чтобы показать силу, мощь, то неоклассицизм – это изначально не госпрограмма, а частные заказы. Стилизация под старину с использованием и заимствованием современных техник и деталей. Мода своего времени. Отдельного внимания заслуживает барокко. Петербургский барокко некоторые называют петровским, но это очень субъективно. Петр I заимствовал европейские идеи, но многое просил сделать на свой манер, что тоже характерно для многих правителей. Интересный пример – Петергоф. Кто бывал в Европе, Петергоф кому-то может напомнить что-то свое. Во-первых, во времена Петра он был значительно меньше. Потом к нему достраивали этаж, крылья, чтобы сделать его больше. И постоянно перестраивали. Жить с размахом разве монархии вы запретите? Нет, не запретите. Сначала одни говорят, сделайте мне декор везде, хочу дорого-богато. Потом приходят другие и говорят, уберите декор, что вы тут поналепили. В общем, суть понятна. Примеры барокко в Санкт-Петербурге. Летний дворец Петра I. Меньшиковский дворец. Петропавловский собор. Эрмитаж. Что касаемо жилья. Ребята, я в Питере оставался в гостиницах, оставался в небольших квартирах, арендовывал квартирки на время своего пребывания. И сейчас я тоже арендовал через сайт вот эту квартиру, вот эти апартаменты. Что я могу сказать? Меня полностью устраивает все это дело. То есть я со своим вкусом, какой бы он ни был, нравится он вам или не нравится, мне все это дело нравится. Я считаю, что она полностью удовлетворяет все мои потребности. Во-первых, она большая. Это раз. То есть я не ючусь, а... Ну, у меня цель была такая, да, чтобы квартира была большая, чтобы было несколько комнат, чтобы можно было разместить не меня одного, но еще кого-то в ней. Значит, и когда я работаю, чтобы вся моя семья могла здесь что-то делать, кашеварить. Это гостижки все-таки, когда особенно едешь с детьми на какой-то срок там. Ну, как правило, кухонь нет, это только рестораны, кафе. Но что такое дети, вы сами знаете. Это первый момент. Второй момент, который мне нужен был, это место, это локация. И идеально. То есть вы сами все видите. Значит, находится от метро 7 минут. От Невского то же самое. Достопримечательность. Но если вы вышли на Невский проспект, то там уже центральная улица города, там уже куда хотите рукой подать. То есть здесь, когда находишься, не на этом балконе, ну, и на этом балконе тоже, а вот в этой локации, то до любых достопримечательностей можно добраться пешком. Я даже машину первый день не трогал вообще. Что еще? Архитектура. Класс. Вот эти фасады зданий, вот эти улицы. Я просто балду от этого всего. Мне это очень нравится. Конечно, можно как бы снять какую-то современную какую-то квартиру, да, но это уже не то. Вот я именно хотел вот почувствовать вот эту всю питерскую атмосферу, ее вот эти парадные, вот эти лестничные клетки. Вот это вот все. Ну, круто. А ну еще, что очень важно, я не брал ни полотенца, ни ничего. То есть здесь, арендуя квартиру, не нужно с собой ничего тащить. Здесь были наборы для того, чтобы почистить зубы, полотенца. Здесь посудомоечная машина. Здесь есть турка для того, чтобы варить кофе. Ну, просто супер. Полностью все комплекты белья на всех. Когда представляешь себе Санкт-Петербург, то в голове появляются образы. У каждого свои. Дворцы, улицы, бары. У меня Санкт-Петербург всегда ассоциировался с Исаакиевским собором. В одну из своих первых осознанных поездок в Санкт-Петербург я оставался в гостинице Астория. Это была моя короткая рабочая поездка. Я был в Питере, но времени у меня не было ни на что. Только на Исаакиевский собор. Итак, Исаакиевский собор расположен на одноименной площади. Один из самых крупных православных храмов в городе, да и в мире. С 1928 года имеет статус музея. Современный храм, на который мы смотрим, это Четвертый собор. Первые два собора не уцелели. Они были деревянными, располагались близко к Неве, которая регулярно разливалась. Третий собор построили немного дальше от Невы. Нынешний Исаакиевский собор стал четвертым храмом, воздвигнутым на этой площади. Только первоначально храм выглядел совсем иначе. Автор проекта современного собора, архитектор французского происхождения, проживший 40 лет в России, Анри Луи-Агюст Рикар де Монферран, курировал строительство сам Николай I. Высота собора чуть больше 100 метров. Украшают его монолитные гранитные колонны. Их здесь 112. Облицовка стен выполнена русскеальским мрамором светло-серого цвета. Русскеала – это в Карелии. Там сейчас парк. Очень советую посетить. Некоторые треснувшие плиты были заменены на итальянский мрамор – бордило. Здесь более 350 скульптур на тему Иисуса Христа. Сцен из его земной жизни и страстей Господних. Скульпторы – Витали, Клод, Логановский, Лемер. Технологии, которые применялись для строительства для тех времен, были новейшими. Именно они и оказали главное влияние на последующее развитие архитектуры в 19 и 20 веках. Виталий. Продолжение следует... 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 Эту информацию я нашел в открытом доступе на страницах Forbes. По некоторым данным, даже американцы так воодушевились нашим Исаакиевским собором, что бессовестно стырили идею и возвели купол Вашингтонского Капитолия в стиле Петербургского храма. А в библиотеке Конгресса США были найдены документы, в которых подтверждается, что архитектор Капитолия использовал чертежи Монферрана. Вы можете попасть в Исаакиевский собор, то есть зайти внутрь, что в принципе логично. И вы можете также подняться наверх на колоннаду. И туда, и туда вам придется покупать билет. Наверх стоит 350, внутрь стоит 400. Но определенно, если вы здесь, я вам определенно рекомендую сделать это, пройти. Потому что Исаакиевский собор, ну это уникальное сооружение не только для Питера, для России, но и для мира в целом. Внутри вы можете взять экскурсию. И эта экскурсия бесплатна. Там сразу же гиды, каждые 15 минут они запускают свой этот тур по Исаакиевскому собору, рассказывают, как его строили, как откуда добывали материал, как это все делалось с точки зрения инженерии. В общем, абсолютно моя рекомендация вам посетить. Ну и, конечно, красота просто фантастическая. А, и кстати, на против меня вот эта арка, вот это красивое здание. Это президентская библиотека имени Ельцина. Это я просто на здании сейчас, в принципе, прочитал. Я не знал, что оно здесь существует, стоит. В общем, библиотека. Если вы любите читать, вот вам она. И в Питере, кстати, много классных, крутых, красивых библиотек. Возможно, вы задумывались о том, как так вышло, что петербургские здания идут четко друг за другом. И картинку не портят мусорные баки или еще какие-то громоздкие предметы. Я говорю про центр. Такая организация городского пространства задумывалась еще при Питере. Петр I внедрил расположение домов фасадами на улицу, а все огороды и хозяйства были расположены внутри дворов, чтобы улицы были аккуратны, чисты и в едином стиле. Император буквально приказал строить дома в голландском стиле, сплошными фасадами, чтобы было не только красиво, но и удобно. Чем еще была известна Голландия, а точнее Амстердам? Конечно, своими каналами. Петр хотел, чтобы каналы заменили людям дороги. Во-первых, для болотистого Санкт-Петербурга это было практично. Каналы требовались для оттока воды и осушения городских почв. Во-вторых, они имели транспортную функциональность. Прыгнул в лодку и гоняешь себе туда-сюда. Чтобы гонять туда-сюда было не только удобно, но и занимательно, Петр I поручил, чтобы дома были повернуты к каналу лицом, к лесу задом. В общем, для того времени в государстве российском вся эта застройка была уникальной. Это строительство породило еще один характерный питерский архитектурный элемент. Это одна из особенностей архитектурного планирования Санкт-Петербурга. И их происхождение тесно связано с историей и особенностями развития города. Начиная с основания города в 1703 году, Санкт-Петербург развивался как крупный административный, культурный и торговый центр. В связи с этим требовалась плотная застройка, чтобы разместить как можно больше жилья и государственных учреждений на ограниченной территории. В XVIII веке были введены нормы и правила застройки, которые предписывали, каким образом следует размещать здания на участках. Это способствовало формированию узких длинных участков, на которых в глубине размещались дополнительные корпуса зданий. На передних улицах размещались роскошные особняки и квартиры для богатых горожан. А в глубине участка, вдали от улицы, строились менее представительные дома для аренды бедным жителям. Между этими зданиями образовались узкие дворы, которые с течением времени стали еще более затененными и узкими из-за плотной застройки. С течением времени дворы-колодцы стали неотъемлемой частью архитектурного ландшафта Санкт-Петербурга, образуя уникальные микропространства внутри города. Несмотря на свою замкнутость и частую тесноту, они являются важным элементом исторического наследия Петербурга. Красота! Храму почти 200 лет. Я зашел внутрь. Все очень новенькое. Чувство такое, что совсем недавно сделали реставрацию. При этом постройка, ну, ей уже почти 200 лет. Классно. То, что поддерживают, то, что поддерживают в таком состоянии, это все прям очень круто. Какая самая важная Петербургская улица? Конечно, Невский проспект. О нем вы узнаете больше из моего выпуска, посвященного конкретно ему, его истории и достопримечательностям. Выпуск уже есть на канале. Сейчас же мы концентрируемся на архитектуре. Невский и все, что на нем расположено, вообще в совокупности выглядит настолько гармонично, словно это все единый организм. Связано это с работой трех зодчих, которые строили улицу, так сказать, на одном дыхании. Захаров, Воронихин и Росси. Воронихин, кстати, занимался и созданием Казанского собора, с появлением которого вообще возник один из первых в стране ансамблей архитектуры. Здание выполнено в стиле русского классицизма. В 1799 году объявили конкурс на лучший проект. А главным условием было следующее. Собор и площадь перед ним должны были быть похожи на собор и площадь Святого Петра в Риме. Сделать это было нелегко, поэтому Воронихин, который выиграл конкурс, сделал несколько по-своему. Если смотреть на Римскую площадь, то она окружена колоннадой и расположена напротив главного входа в собор. Повторить то же самое с Казанским собором было нереально. Так как по правилам христианского зодчества, вход обязательно должен быть с западной стороны. Поэтому Воронихин решил пристроить 96 колонн сбоку, то есть с северной стороны. Они сформировали крылья таким образом, чтобы не замыкать площадь, а как бы наоборот раскрывать ее. Еще одна важная петербургская улица для оценителей местной архитектуры – Литейный проспект. Названа она так была в честь Литейного пушечного двора на левом берегу реки. Здесь же на углу Невского и Литейного почти 100 лет назад был установлен первый в России светофор. По адресу Литейный проспект 4 можно обнаружить здание в непривычном для Питера стиле – конструктивизм. Какое-то время это здание принадлежало КГБ, сейчас ФСБ. А еще сюда Анна Ахматова приносила передачки своему сыну Льву Гумилеву, который был арестован как глава контрреволюционной организации. По крайней мере, так о нем думали следователи. На Литейном жили и работали многие известные люди. В доме 33 жил Сергей Есенин. В доме номер 24 – Мережковский и Бродский. А по адресу Литейный 36 находилась редакция журнала «Современник» и отечественные записки. Здесь же по адресу Литейный 42 находился особняк княгини Юсуповой в стиле итальянского возрождения с использованием барокко. Облицовка здания выполнена полностью из песчаника, местного, гатческого и бременского – из Германии. Существует легенда, будто Литейный дом княгини является прообразом дома пиковой дамы. В произведении Пушкина. При этом здание было сооружено уже после того, как поэт погиб на дуэли. У особняка Юсуповой есть одна особенность. Над ним почти не работали никакие реставраторы. А значит, он сохранил свою оригинальность и историчность. В частности, его интерьеры. Парадная лестница здесь – так называемая лестница в стиле Людовика XIV. Она выполнена из карарского мрамора. Здесь же и огромная люстра, расписные потолки и лепнина, которые демонстрируют богатство этого места. Вот эта улица, значит, у нас была. Это Литейный проспект. Кто не знает, а скорее всего все не знают. У нас там находится офис. Это как раз компания, где я работаю. А компания, где я работаю, как она называется? Все правильно. Называется она SMAPS Education. Я на минутку приглашаю вас в гости, чтобы вы представили себе атмосферу. Компания занимается зарубежным образованием. И у меня также есть второй канал, посвященный именно конкретно учебным заведениям по всему миру. Там я делаю обзоры на школы, вузы, детские лагеря за границей. Прямо непосредственно из этих учебных заведений. Здрасте. Здрасте. А у вас встреча, да, сейчас проходит? Егор, может быть, вы видели? Здравствуйте. Я совладелец компании. Из Москвы сегодня приехал. Мало кто видит. И сегодня я вот случайно в Питер. Извиняюсь, что я отвлекаю вас. И я хочу, ребята, вам показать вид. Вот Питер, да? Какая красота. Вот чтоб такое видеть из окна своего офиса. Очень круто. Ну там бабушки выходят, курят, мне сказали. Вот тут читают газету девочки. Здесь визовые центры. Мария, рассказывайте вы, какие визовые центры? В Швейцарии и Великобритании. В Швейцарии и Великобритании? Маршрут построен. Алава. А. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И внутри здесь проводятся экспозиции. Я сейчас пойду внутрь и все вам покажу. Здрасте. Билетик можно один, пожалуйста? Продолжение следует... Императрица Анна Иоанновна. Позже в 1775 начнется строительство современного здания из камня. Над его созданием работали одни из главных архитекторов тех времен. Юрий Фельтон и Луиджи Русско. Здесь венчался художник Карл Брюллов. При Петре в Петербурге работали выходцы из Германии, Нидерландов и Дании. Которые нуждались в лютеранской церкви. Лютеранство – это протестантское течение в христианстве. Которое возникло как результат реформационного движения в Германии 16 века. К началу 20 века количество прихожан достигнет 12 тысяч. В 1935 храм закроют. В 1939 здесь создадут кинотеатр «Спартак». А в 90-х здесь начнут проводить дискотеки и рок-концерты. В стенах Анненкирхи пройдут концерты «Ленинград» и «Короля Ишута». Здание засветится и в первой части фильма Балабанова «Брат». Чем все это закончится? В 2002 году суд обязует администрацию действующего на тот момент рок-клуба вернуть церковь ее прихожанам. После чего случится пожар, который практически полностью уничтожит церковь. Реставрация начнется только через 6 лет. Сегодня обгоревшие интерьеры выглядят почти так же, как и 17 лет назад. И они сейчас остаются визитной карточкой этого места. Еще одна необычная штука в этой церкви, то что внизу есть бункер. И в бункере сейчас сделали выставку. Я вам не буду спойлерить, что там. Но еще одна необычная вещь для этой церкви. А я сейчас просто стою возле бара. Здесь, как рядом с церквью, есть бары. Также вы выходите. И тоже здесь на улице бары и рестораны. Поэтому развлекайтесь, как хотите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok